Этот фильм заставит задуматься каждого. И выводы, которые вы сделаете после просмотра, могут быть диаметрально противоположными. Для кого-то все лица, которые появятся в этом фильме – сборище неграмотных и нечестных на руку инженеров, псевдоизобретателей, фриков, лжеученых, так называемых городских сумасшедших. И все эти странные люди просто не способны пошатнуть справедливую и постепенную поступь технического прогресса. Для кого-то смерти изобретателей и ученых, о которых далее пойдет речь, вполне закономерны в обществе, где прорывная технология не имеет права пошатнуть устоявшийся порядок вещей. Кто-то просто задумается после всего того, что увидит в этом фильме. А значит, этот список уже выполнит свою главную цель – заставить задуматься. В течение многих лет мы искали самые неизвестные альтернативные технологии, которые появлялись в разных частях света в разные годы. Часть из них в свое время прогремела на весь мир, но затем была на десятилетия предана забвению, часть была дискредитирована. А про другие никто даже толком не знает, так как они сразу были накрыты бетонной плитой молчания. Многие изобретения и открытия, которые вы сейчас увидите, стоили жизни их изобретателям. А какие-то развиваются и сегодня, но при этом о реальных, о немнимых прорывах не трубят никакие СМИ. Вот яркий пример – так называемый Earth Engine – земной двигатель, подробнее о котором в этом фильме чуть позже. Разработчик генератора – компания IEC после новостей двухлетней давности, о которых дальше пойдет речь, никуда не пропала. Лаборатория площадью больше 4000 квадратных метров, 37 талантливых профессионалов, высококвалифицированных инженеров, генеральный директор Уильям Хайнс с 20-летним опытом работы в крупнейшей авиакомпании тоже на месте. У компании практически нет долгов. Ее генераторы работают уже в четырех штатах – Аризоне, Вайоминге, Мичигане и Флориде. В феврале этого года начата работа на новом заводе в Аризоне, выпускаются генераторы мощностью от 7,5 до 25 кВт. Причем лицензиаты производят только корпус генератора, а самые важные узлы выпускает сама IEC. Фирму не закрыли, технологию не уничтожили и изобретатель Дэнни Данцик, как это неудивительно, все еще топчет эту землю. Технологию просто закопали в информационную могилу, откуда у нее два пути – или медленное угасание, или воскрешение. И какой из этих путей будет реализован, будет зависеть от многих факторов, но в том числе, как это ни странно, от того, что об этом думает каждый из нас. Итак, давайте же смотреть, из чего состоит этот внушительный список альтернативных идей, и закрывающих технологий, которые мы готовили для вас несколько лет. Поехали! Знакомьтесь, это Дэнни Данцик, разработчик американского генератора Earth Engine. Крупнейшая в мире газета Wall Street Journal в холебной статье на полторы полосы, посвященной его прорывной закрывающей энергетической технологии, сделала его знаменитостью. Таким образом, американский бестопливный генератор на магнитной тяге, разработанный компанией IEC, получил мощную медийную поддержку от самого влиятельного делового издания планеты. Устройство, разработанное компанией IEC, представляет собой массивный ротор, мерно вращающийся безо всякой подпитки извне, генерирует порядка 25 киловатт электроэнергии и предназначено для автономного энергообеспечения. Получается, что технология, которая с точки зрения официальной науки работать не может, все-таки не просто существует, а еще и работает. В частности, обеспечивая электроэнергией фирму, которая занимается производством модульных стрельбищ в Лас-Вегасе. Но даже если это и так, дойдет ли эта разработка до массового потребителя? Ведь подобных фирм, начиная с Николы Тесла, которые выходили с интересными энергетическими устройствами, было немало, и все они были успешно задавлены. Во-первых, это уже упомянутое мощное продвижение в центральной прессе. Во-вторых, руководитель фирмы Уильям Хайнс — это человек из аэрокосмической отрасли с отличным бэкграундом. Он руководил коллективом в 50 тысяч человек. Достаточно сказать, что оборот его фирмы Allied Signal Aerospace составлял 15 миллиардов долларов. Наконец, третий важный момент — раскол в глобальных элитах. Гибридные, электрические, водородные автомобили становятся не гаражными самоделками, а промышленными образцами, созданными концернами автогигантов, потому что скрывать альтернативные технологии в цифровую эпоху становится практически невозможно. Кроме того, острое соперничество с Китаем вынуждает американцев, что называется, шевелить плавниками. Но главный вопрос, который задает себе каждый, откуда в таких генераторах берется энергия? Ответ и прост, и сложен одновременно. Энергия приходит из эфирного потока, омывающего землю. Многие в комментариях с сарказмом напишут, что все эти сказки про эфир, зефир и кефир нужны только любителям халявного электричества, самой рабочей технологии, для которых пока остается магнит, прилепленный к счетчику. Но оказывается, что подобного рода техника на постоянных магнитах уже давно использовалась еще в СССР, на самолетах, на подводных лодках. И закон сохранения энергии здесь совсем не нарушается, ведь он написан для закрытых систем. А генераторы на постоянных магнитах — это системы открытые, поэтому они не нарушают закон, а скорее подкрепляют его. И, посмотрев на бытовую и цифровую технику вокруг себя, каждый из нас думает, что технология переменного тока — вершина технической эволюции. Но мы до сих пор очень мало знаем о природе электричества. Что же тогда говорить об эфире, теория которого разрабатывалась как противовес Эйнштейновскому релятивизму? Да что там говорить об электричестве, что мы даже не знаем, откуда на Землю капает дождь? Да-да, самый простой ответ из облаков, мягко говоря, не совсем верен. Во-первых, науке неизвестен физический процесс, который позволял бы облакам удерживать в себе сотни или тысячи тонн воды. Во-вторых, если бы облака все-таки были способны каким-то образом удерживать в себе такие массы воды, то после дождя они по всем канонам науки должны были бы тут же устремляться вверх до достижения точки равновесия на новой высоте, которая должна была бы находиться значительно выше изначально. И это было бы заметно даже невооруженным глазом. Однако мы никогда не наблюдаем быстрых вертикальных перемещений облаков. И наука по этому поводу тоже молчит. В-третьих, часто бывает так, что дождь идет при совершенно чистом небе. Такой дождь называют слепым, когда в небе нет ни одного облака, а дождь, тем не менее, идет. Еще один интересный вопрос, почему образуются облака зимой, ведь при 30-градусном морозе вода испаряться не может. Кто-то ответит, что на середину континента облака приносят с морей и океанов ветер, но в безветренную погоду облака также образуются над сушей. Получается, что вода во время дождя синтезируется каким-то природным процессом, который нам пока неизвестен. Не меньше загадок таит в себе такой привычный всем нам снег. Википедия нам сообщает, что снег – форма атмосферных осадков, состоящая из мелких кристаллов льда. А вот о том, почему мелкие кристаллы льда принимают такую причудливую форму, внятная информация отсутствует. Каждый из нас впитал в школе знания о круговороте воды на планете. Схема этого процесса очень проста и часто изображается так или так. Вода испаряется с поверхности океанов и суши. Молекулы пара поднимаются вверх, где вода конденсируется в виде облаков и выпадает в виде осадков на землю. В горах снег тает и образуются ручейки, которые, сливаясь вместе, создают реку. Но где тот кран, который подает воду на вот эти горы? Да так, что она стекает оттуда водопадами. Вершина этой горы в Венесуэле представляет собой плоское плато, где нет снега или озер, для достаточного поддержания водопадов. Тем не менее, у подножия этой горы берут свои начала реки бассейнов Амазонки, Оренока и Эссекибо. И объяснить наличие истока водопадов на горе Рорайма, согласно школьной схеме круговорота воды в природе, невозможно. Привычную нам росу можно встретить только утром на траве, но земледельцам хорошо известно, что существует подземная роса, а также дневная, осаждающаяся внутри пашни. Подтверждением синтеза воды в природе стали случаи ледяного цунами, снятые на видео в США и в Канаде. Снег синтезировался весной, в мае, и такие случаи не единичны. Если говорить простыми словами, это кадры материализации льда из эфира, которые люди засняли на камеру. Учеными установлен факт, что при своем движении в космосе Земля теряет часть вещества атмосферы. Тем не менее, атмосфера у планеты остается, это означает, что потерянное вещество восстанавливается. Это верно и для других веществ, образующих нашу планету. Такими фактами синтеза веществ стало восстановление нефти в выработанных скважинах. Оказалось, что в давно открытых месторождениях добыто 150% нефти от ранее подсчитанных запасов, и таких мест на Земле оказалось очень много. Грузия, Карпаты, Южная Америка. В России ромашкинское нефтяное месторождение, открытое более 70 лет назад, входит в десятку супергигантских по международной классификации. Оно считалось выработанным на 80%, но каждый год запасы в нем пополняются на 1,5-2 миллиона тонн. По новым расчетам, нефть можно будет добывать до 2200 года, и это не предел. На старых нефтяных промыслах Грозного первая скважина была пробурена в конце 19 века, а к середине прошлого выкачаны 100 миллионов тонн нефти. Позднее месторождения сочли истощенным, а спустя 50 лет запасы стали восстанавливаться. Так что синтез элементов на нашей планете не является чудом или аномалией. Это закономерное явление. Вода синтезируется при определенных условиях и в определенных областях неоднородности нашей планеты. Круговорот воды в природе несомненно существует, но это процесс преобразования материи или материализации из эфира, как сказали бы некоторые. Еще Вернадский предполагал, что в земной коре происходит распад одних и синтез других веществ. В 1911 году он выступил с докладом о газовом обмене земной коры в Петербурге на Втором Менделеевском съезде. Кстати, у Менделеева в таблице эфир первоначально находился в самом начале таблицы. Подробнее про это смотрите в другом нашем выпуске. Еще один великий ученый начала 20 века Никола Тесла, напротив, предполагал, что эфир – это высокоплотная материя, а не газ. Концепция эфира, как присутствующего везде и всюду и влияющего на наш материальный мир, но не воспринимаемого органами чувств, существовала с глубокой древности. От представлений в восточных учениях до философии Древней Греции. Уже в более поздние времена Рене Декарт перевел понятие эфира из философско-религиозной плоскости в научную. А позднее, с развитием оптики, опытным путем было выяснено, что свет имеет волновую природу. То есть при наложении света из нескольких источников, явление интерференции или распространение света через препятствия, явление дифракции, свет ведет себя как волны, к примеру, волны на поверхности воды. Но раз свет – это волны, значит, должна быть среда, по которой эти волны распространяются. Ну, в самом деле, не может же быть, к примеру, морских волн в отсутствии моря. Значит, и световые волны должны колебать нечто, светоносную материю – эфир. Позднее были открыты и исследованы и прочие, кроме света, диапазоны электромагнитных излучений, и их волновая природа оказалась схожей с природой видимого света. Что еще более утвердило физиков во взглядах на эфир, как на невоспринимаемую и всепроникающую материю. Так XIX и начало XX века стали временами расцвета многочисленных теорий и моделей эфира. И теория эфира вовсе не угасла сама по себе, а была уничтожена. К примеру, еще в 1922 году на своей 100-летней годовщине немецкое научное общество приняло решение исключить критику теории относительности в официальной академической среде. В результате в Германии введен запрет на критику релятивизма, теории относительности в академической прессе и в процессе образования. Запрет этот с 1922 года действует и сейчас. Та же позиция была подтверждена нацистским правительством уже после начала Второй мировой в 1940 году в Мюнхене, где вышло постановление о признании теории относительности в качестве фундамента для развития физической науки. И это несмотря на национальность отца релятивизма. После падения нацизма в 1945 критика теории относительности приравнивалось к отрицанию Холокоста и антисемитизму лично Эйнштейна. Особая форма антисемитизма, говорил он. Яркий пример – хуцпы. А что же в Советском Союзе? С 1922 года Эйнштейн становится член-кором Российской Академии наук, а с 1926 почетным иностранным членом Академии наук СССР. И даже такой крупный ученый СССР, как Тимирязев, после доклада на Пятом съезде физиков об опытах американского физика Миллера, который опровергали теории Эйнштейна, был подвергнут астракизму со стороны сторонников теории относительности, а именно именитыми советскими учеными-релятивистами Йоффе, Тамом, Френкелем, Ландсбергом и Мандельштамом. В 1930 году глав науки закрыло физическое общество, осталась лишь Ассоциация физиков, руководимая Йоффе. В 1934 году выходит специальное постановление ЦК ВКПБ по дискуссии о релятивизме, в котором все противники теории относительности были отнесены либо к правым уклонистам, либо к меньшинствующим идеалистам. А с 1938 Академия наук СССР не финансировала никаких научных работ, которые хотя бы в чем-то противоречили теории относительности. И как кульминация, в 1964 году Президиум Академии наук СССР издает закрытое постановление, запрещающее всем научным советам, журналам, научным кафедрам, принимать, рассматривать, обсуждать и публиковать работы, критикующие теорию Эйнштейна. Только за 1 1966 год отделение общей и прикладной физики Академии наук СССР передала медикам на лечение 24 параноика. Вот так ученых, не согласных с теорией относительности, подвергали принудительной психиатрической экспертизе, после которой о научной карьере можно было забыть. Уже в 1998 году была создана комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований, научно-координационная организация при Президиуме Российской Академии наук. А в 2013 году в эту откровенно инквизиторскую структуру вошли весьма странные люди, далекие от науки, к примеру, журналисты, иллюзионисты и даже граждане США. В других странах все происходило и происходит по похожей схеме. Эйнштейн гениален, потому что учение его верно, а учение его верно, потому что Эйнштейн гениален. Посему выходит, что некая влиятельная группа перенаправила развитие науки и техники по другому пути развития, а мы вместо передачи электричества на расстояние и получения чистой и экологической энергии получили провода и нефтяные трубы. Е равно МЦ квадрат. Эта формула перевернула мир. Если сказать так детям в школе, то доверчивые ученики, конечно, поверят в доброго непричесанного гения. Примерно так же, как до этого верили в Деда Мороза. Но вот как на самом деле выглядит фигура дядюшки Эйнштейна. Маленький Альберт родился в 1879 году и развивался с большим отставанием. Говорить он начал около трех лет, так семи годам научился повторять лишь короткие фразы. Альбертик не любил играть в подвижные игры с другими детьми, да и дети также не любили играть с ним. Без видимых причин он мог впасть в ярость и побить их. Известен случай, когда он бросил в голову своей сестры, которая была на два с половиной года младше его, тяжелый кегельный шар, чем серьезно травмировал ее. Считается, что головные боли, мучившие ее всю жизнь и паралич, наступившие за семь лет до ее смерти, все это было следствием той травмы последующих ударов садовой лопаткой по голове от любимого братца во время его редких активных игр с сестренкой. Мать Альберта хорошо музицировала и пожелала привить любовь к музыке и своим детям. Она наняла учительницу музыки, которая учила Альберта на протяжении семи-восьми лет, игре на скрипке. Эти уроки он поначалу ненавидел и даже иногда бросал в учительницу предметы детской мебели в приступах ярости. Но к концу обучения он довольно хорошо научился играть и даже полюбил музыку. Окружающие считали его крайне религиозным ребенком. В 12 лет он знал наизусть и распевал на людях некоторые объемные иудейские псалмы. Но потом как-то одномоментно это прекратилось. Может быть, ему объяснили, что некоторые идеи иудаизма могут не понравиться окружающим, например, соученикам из христианской школы Мюнхена. Теперь уже об этом мы не узнаем, но сам Эйнштейн позднее говорил, что стал атеистом в силу своей детской мудрости. Мол, в 12 лет он понял, что религия обман. Какой умный и самостоятельный мультюган, не правда ли? В гимназии Альберт хорошо успевал по математике, а вот с некоторыми прочими предметами были серьезные проблемы. Родители Эйнштейна в 1894 году переехали из Мюнхена в Италию, оставив сына жить с родственниками и доучиваться в гимназии. Но через год, в возрасте 15 лет, Альберт бросил школу, так и не получив выпускного аттестата и приехал к родителям, заявив им, что он не желает служить в армии. Тогда в Германии 17 лет был крайним возрастом для юноши, чтобы уехать из страны, не попав под военный призыв. Так что он отказывается от гражданства Германии и вообще у него есть план, он будет готовиться к поступлению в Цурихский политех в Швейцарии самостоятельно. А поступив и окончив сей вуз, непременно станет светилом науки. И вновь мы видим запредельную гениальность, прозорливость и самостоятельность. Или был кто-то, кто вовремя подсказал подростку, в каком направлении двигаться. В октябре 1895-го он таки удачно заваливает вступительные экзамены в политех Цуриха. И не светить бы ему в науке, если бы не был снова дан очень своевременный и мудрый совет. Пойти в специальную платную школу, закончив которую, становишься зачисленным в политех автоматом, без всяких вступительных экзаменов. Альберт поступает в эту платную школу, причем поселяется, сняв комнату у некого Йоста Винтеллера, который вдруг по совместительству оказался директором этой самой школы. Хорошая страховка, платишь не только за обучение, но и лично в руки директору школы за проживание в его доме. Теперь уж точно не выгонят, политех гарантирован. Альберт зачислен на педагогический факультет Цурихского политехнического. А семья Эйнштейнов продолжает поддерживать общение с замечательным директором Йостом Винтеллером. Спустя 15 лет сестра Эйнштейна выходит замуж за сына Йоста Пауля. Кстати, и сам Эйнштейн, пока жил у дядюшки Йоста, крутил роман с его дочкой Мари, но жениться ему никак было нельзя, надо было беречь себя для более научных девушек. Юного Альберта, как явного манипулятора, характеризует такой факт, что когда их роман с дочкой директора уже был окончен по инициативе Эйнштейна, тот все еще отправлял Мари свое грязное белье по почте, а она наивно стирала и отправляла ему обратно. Видимо, еще надеялась на возобновление отношений. Более научную девушку Альберт встречает уже в стенах университета. Ей оказалась сербка Милева Марич, успешно сдавшая вступительные экзамены и зачисленная в группу студентов, куда был зачислен без экзаменов и Альберт Эйнштейн. Ей был уже 21 год, что по меркам того времени старая дева, а ему только 17. Милева с детства проявляла недюжие интеллектуальные способности, и ее отец Милош Марич, обладая современными взглядами, поощрял ее тягу к получению хорошего образования, хотя в то время девочки редко учились не только в вузах, но даже и в средних школах-гимназиях. Милеве легко давались как математика с физикой, так и иностранные языки. Она стала одной из четырех женщин, которые когда-либо обучались в стенах Цюрихского политеха до 1896 года. Милева не была эталоном красоты и к тому же сильно хромала при ходьбе из-за заболевания костей, но несмотря на насмешки сокурсников, молодой и смазливый Альберт упорно садился на лекциях рядом с ней. Общепринятые взгляды на их последующие отношения таков. Гений Эйнштейн и немножко умная Марич, которая ему чуть-чуть, в начале, лишь по его снисходительности помогала. У некоторых придворных биографов она вообще описана как глупая, грязная, в быту сумасшедшая, в общем, лишь мешавшая гению творить в полную силу. Есть также и противоположная точка зрения, которую обожают феминистки. Альберт Эйнштейн обманывал влюбленную в него наивную женщину-ученого Милеву, которая написала за него все статьи и разработала все теории, а он, присвоив ее труды себе, в результате выкинул ее из своей жизни, развелся с ней и отобрал лавры гения, хотя на самом деле ничего в науках и не мыслил. Насчет личности Эйнштейна феминистки отнюдь не ошибаются, но ангел ли Милева? Вначале кажется, да, несомненный ангел. Писала научные труды, воспитывала детей, терпела мужа-изменщика и к тому же не жаловалась. Но есть некоторые факты, которые заставляют усомниться в высоких моральных качествах жены Эйнштейна. Юный Эйнштейн, уверенный в своей мужской неотразимости, думал, что нашел в ней смышленого и бесплатного ассистента для своей научной карьеры. Менее юная Милева это прекрасно понимала, но в свою очередь хотела использовать его как витрину для своей научной деятельности. Времена тогда были далекими от эмансипации, а Милева обладала выдающимися умственными способностями, прекрасно осознавала, что ей, как женщине, заниматься наукой напрямую будет чрезвычайно сложно. Научные журналы не будут печатать статьи женщины-ученого, ее не будут приглашать на семинары и лекции. Хотя позднее Милева, возможно, даже полюбила Альберта, об этом говорят ее многочисленные сцены ревности. Но поначалу она относится к юноше снисходительно, подтрунивая, занимается с ним физикой, пытаясь подтянуть его знания до необходимого запланированного ей уровня. В 1900 году Эйнштейн защищает дипломную работу, но ему, в отличие от его однокурсников, не предлагают остаться ассистентом на кафедре. Милеве Марич же было предложено профессором Вебером стать его ассистенткой, но она отказывается из солидарности, когда Вебер не соглашается взять к себе также и Эйнштейна, считая того совершенно бесперспективным выпускником. Альберт и Милева хотели пожениться сразу после окончания учебы, но его родители, особенно мать Паулина Эйнштейн, были резко против этого. В январе 1902 года у Милева рождается девочка, которую назвали Лизерль. Рождение внебрачного ребенка в те времена было происшествием на грани скандала, и поэтому Милева оставила ее у своих родителей в Новесаде и не привезла ее в Швейцарию. Это неудивительно для тех лет. Удивительно другое, то что молодые родители практически не навещали свою дочь, а потом сообщили своему близкому кругу, что ребенок умер от болезни. Остальные прочие даже и не знали о существовании первой дочери Эйнштейна. Спустя более 30 лет домой к доктору Янушу Плещу, ухаживавшему за больной матерью Альберта Паулиной Эйнштейн, заодно он же писал биографию ее сына, явилась женщина с мальчиком за руку. Мальчик выглядел очень похожим на юного Альберта, а женщина утверждала, что она незаконно рожденная дочь Эйнштейна Лизерль, которую отдали на воспитание в чужую семью. Януш Плещ написал письмо об этом Эйнштейну и был крайне удивлен, когда последний не проявил к этому сообщению никакого отеческого интереса. Лизерль никогда не упоминали ни Милева, ни Альберт в своих письмах или разговорах при свидетелях. Словно бы ее и не существовало вовсе. Позднее, уже после их свадьбы, которую все-таки благословил умирающий отец Эйнштейна, в 1904 году родился их старший сын Ганс Альберт и в 1910 младший Эдуард. И оба росли в какой-никакой, но семье, а Лизерль была вычеркнута из семейной истории лишь за то, что рождена была вне брака. Родители Милевы были очень рады, что она наконец-то выходит замуж, и в 1904 году ее отец Милош Марич, посетив их, чтобы повидать внука, выдал Альберту в качестве приданного крупную сумму денег. Между прочим, это был эквивалент тогдашних 25 тысяч долларов США. Это почти миллион долларов нынешних. Что еще можно сказать о влюбленной и беззащитной Милеве? Одним из пунктов брачного договора, что уже было редкостью в те времена, было обязательство Альберта Эйнштейна отдать Нобелевскую премию Милеве. Этот контракт, несомненно, является доказательством ее авторства и их совместных научных работ. Для нее это была страховка на тот случай, если Альберт решится вычеркнуть ее из соавторов. Но страховка эта, впрочем, так и не сработала. Хотя Нобелевские деньги в результате Эйнштейну пришлось отдать. Контракт есть контракт. Но СМИ и придворные биографы тщательно выморали имя Милевы Марич из истории и науки. То есть еще в 1903 году Милева была уверена, что ее будущие работы будут оценены как минимум на Нобелевскую премию. Так что тут большой вопрос, с мужем или женой плотнее работали закулисные кукловоды, которые корректировали вектор научной мысли на ближайшие сто лет. Но вернемся в 1902 год. За полгода до свадьбы Эйнштейн наконец получил долгожданную работу в Бернском патентном бюро, хоть и на самой низкооплачиваемой должности эксперта четвертого класса. До этого он перебивался редким репетиторством. Так он и сидит там почти четыре года до повышения до эксперта второго класса. Но это не показатель успеха, ведь он пришел в бюро не за должностью и не за зарплатой. В те времена в патентное бюро поступали не только заявки на регистрацию изобретений, но и передовые научные работы. А Швейцария тогда была одним из главных научных центров Европы. Эйнштейн, работая в бюро, мог рассматривать самые современные научные теории и передавать их Милеве, которая, пропуская сведения через свой энергичный ум, начиная с 1905 года, начала выдавать на гора научные статьи по физике. Изложение в этих статьях отличалось от статей и прочих авторов весьма необычной манерой. Не указывались идеи, результаты и исследования, заимствованные из работ других ученых. Не сопоставлялись выводы с более ранними попытками решения той или иной научной проблемы. Статьи практически не содержали литературных ссылок, что создавало впечатление о полной оригинальности идей и результатов, изложенных в них. Так что плагиатом Милева занималась как минимум не меньше своего мужа Альберта, а то и больше. Статьи-то выходили из-под ее пера. Идеи Мари Чейнштейна — это компиляция работ других ученых, и если, к примеру, Лоренц выводил свои формулы на основании ссылок на других авторов и на результаты опытов с интерферометром Майкель Сона Морли, который позже перепроверил и опроверг американский физик Миллер, то Мари Чейнштейн просто спостулировали их. Причем имя Лоренца хотя бы было упомянуто как преобразование Лоренца. Имя же математика Анри Пуанкаре, идеи которого были положены в основу работы по теории относительности, вообще никак не прозвучало. Ландживен, Гильберт, Хазинерль, Хевисайт, Томпсон. Вот кого еще забыла упомянуть сладкая парочка Мари Чейнштейн. И даже знаменитую Эйнштейновскую формулу ЕМЦ квадрат, оказывается, ввел как гипотезу еще в 1871 году австрийский физик Шрам. А в 1873 она была доказана Николаем Умовым. Точку же поставил Хевисайт в 1889, придав ей современный вид. В те времена наука была делом аристократическим. Прослыть плагиатором означало навсегда перечеркнуть собственную карьеру на поприще науки. И вести себя так, как вели супруги Эйнштейн, не получив черной метки от научного сообщества, можно было только имея очень серьезных покровителей. Сразу после публикации научных работ имя Эйнштейна начинают раскручивать газеты и журналы, которые уже тогда были почти полностью подконтрольны. Это помогает популяризации молодого ученого среди обывателей. В 1908 году Эйнштейн впервые был номинирован на знаменитую Нобелевку, которую он смог получить лишь в 1922 году. Все эти годы понадобились, чтобы сломить сопротивление ученых, и все равно пришлось пойти на хитрость. Нобелевская премия была присвоена не за теорию относительности, которую так и не смогли пропихнуть. Слишком многие ученые еще знали эту скандальную историю не понаслышке, а за открытие фотоэлектрического эффекта. Благо, Столетов, описавший три закона фотоэлектрического эффекта, к тому времени уже давно умер. На церемонию вручения Эйнштейн, кстати, не приехал. Решил, видимо, что он так избежит излишнего внимания и ненужных вопросов. Карьера Эйнштейна во время ожидания Нобелевской премии также не стояла на месте и росла весьма уверенно. В 1908 он уже доцент Бернского университета. В 1909 получил должность свадебного профессора, без кафедры и места в ученом совете в Цурикском университете. В этом же году ушел из патентного бюро. В 1911 он стал профессором в Политехе Праги. В 1913 стал членом Прусской академии наук в Берлине. А в 1917 стал основателем и директором Кайзер-Вильгельм института для физических исследований. Чем выше поднимался Эйнштейн по карьерной лестнице, тем меньше ему нужна была жена, которая уже только одним своим видом напоминала ему, за счет кого он получил почет и регалии. Отношения пары становились все хуже. В 1909 году Милевы пишет своей подруге. Известность не оставляет много времени для жены. Может случиться, что один получит жемчужину, другой только пустую раковину от нее. Они развелись в 1919, но еще за пять лет до развода Альберт Эйнштейн составит унизительный список требований к своей жене Милеве, который она должна будет соблюдать, если не хочет развода. Вот он, оцените. Первое. Вы будете следить за тем, чтобы мое нижнее и постельное белье было чистым и содержалось в порядке. Мне подавали еду три раза в день в моем кабинете. Моя спальня и кабинет содержались в чистоте и порядке, и чтобы никто, кроме меня, не прикасался к моему рабочему столу. Второе. Вы откажетесь от любой связи со мной, кроме той, которую необходимо поддерживать на людях. В особенности, вы не будете претендовать на то, чтобы я оставался с вами дома, сопровождал вас в поездках. Третье. Вы должны будете торжественно пообещать, что не будете ждать с моей стороны никаких чувств и не будете упрекать меня за их отсутствие. Будете отвечать мне тотчас же, как только я обращусь к вам. Беспрекословно покинете как мою спальню, так и мой кабинет по моему первому требованию. Не будете очернять меня перед детьми ни словом, ни делом. Документы бракоразводного процесса Эйнштейна и Марич сейчас хранятся в Израиле и засекречены. Свидетели же этого развода вспоминали, что на процессе были подняты весьма неприятные факты, включая неоднократные рукоприкладства со стороны Эйнштейна. Ну а немного позднее гений женился на своей двоюродной сестре Эльзе. Ее дочерей он теперь считал за своих, а родных себе детей всю оставшуюся жизнь игнорировал. Правда, как мы помним, нобелевские денежки пришлось отдать Миллере. Марич с брачным контрактом, конечно, не прогадала в финансовом отношении. Но ни славы, ни признания она за свои труды не получила. Советский академик Йоффе вспоминал, что лично видел оригинал из статей 1905 года, где было два имени – Миллевы и Альберта. Но оригиналы, как обычно, не сохранились, а Миллева доказать ничего не смогла, да и не очень-то пыталась. Их младший сын уже в свои взрослые годы активно пытался отстоять правду о настоящем создателе теории относительности, в результате чего закончил свою жизнь в психушке. Да и сама Миллева в последние годы своей жизни, видимо, решив, что ей больше нечего терять, начала вспоминать о своем авторстве и также была признана сумасшедшей. Мол, умирала в безумном бреду и болтала всякую ерунду. Старший же сын, Ганс Альберт, был поумнее и не педалировал эту тему, в результате чего ему удалось сделать какую-никакую карьеру в науке. Кстати, несмотря на хорошее поведение Ганса Альберта после смерти Альберта Эйнштейна, ему по наследству достались сущие копейки от немаленького состояния отца. Почти все получили приемные родственники и любовницы разных периодов жизни, гения всех времен и народов. Кстати, после разлада Эйнштейна и Марич у того почему-то перестали получаться научные работы без соавторства. Метод Эйнштейна Брилюэна Келлера, статистика Боза Эйнштейна, парадокс Эйнштейна Подольского Розена и так далее. Гений, не примазавшись к настоящим ученым, ничего сделать самостоятельно не мог, хоть и пытался. Наслушавшись дифирамбов от прессы и увервав в собственную гениальность, он более 30 лет вплоть до самой своей смерти тужился со своей единой теорией поля, но так ничего и не родил в результате. У обывателя сложилось мнение, что благодаря работам Эйнштейна и возникли все современные достижения науки и техники. Телевизоры, компьютеры, ядерные реакторы. Разве что айфоны все-таки не он, а Джобс придумал. Но начиная от электродвигателей, многофазных систем переменного тока, катушек зажигания и прочей электротехники Николы Тесла, до телевизора, Зворыкина и тем более до ядерного реактора Ферми, нигде нет ни следа от влияния теории относительности. Как написал один из вас в комментарии, по заданию миллиардеров и в частности Баруха после ознакомления с работами Тесла, мировые финансисты с помощью лженаучной теории относительности остановили на 100 лет развития человечества. Может быть, эта субъективная оценка и не на 100% верна, но, судя по всему, она гораздо ближе к правде, чем общепринятая научная парадигма. Давайте посмотрим, что не так с теорией относительности Эйнштейна. Когда в руках горячая сковородка, секунда как час. Когда горячая красотка, час пролетает за секунду. Все относительно. Это наивное объяснение имеет хоть какой-то смысл, в отличие от научного объяснения теории Эйнштейна. Фундамент специальной и общей теории относительности состоит всего из двух постулатов. Вселенная однородна и скорость света постоянная величина. Постулат скорости света. Скорость света, она же максимальная скорость движения материи во Вселенной, постоянно является константой и равна 300 тысячам километров в секунду. Без этого условия преобразования Лоренца превращаются в бессмыслицу, так как при скорости движения со скоростью больше, чем 300 тысяч километров в секунду, согласно этим уравнениям, даже масса фотона становится бесконечной. Кстати, еще при жизни Эйнштейну сообщали, что скорость света непостоянна. Экспериментально зарегистрировав так называемый эфирный ветер световых волн, американский физик Дайтон Миллер еще в 30-х годах доказал несостоятельность экспериментов Майкельсона Морли, которые якобы подтвердили постоянство скорости света. Миллер писал письма Эйнштейну. В одном своем письме он сообщал о результатах своей 24-летней работы, подтверждающей наличие эфирного ветра. Однако эта информация была просто проигнорирована. А после смерти Миллера, крупнейшего физика того времени, его работы больше нигде и никогда не печатали. В 2000 году доктором наук Лю Джин Ванг в исследовательском институте Принстона был проведен следующий эксперимент. Световые импульсы пропускались через емкость, специально обработанную газом церия. Скорость световых импульсов оказалась в 300 раз больше, чем допустимая скорость из преобразований Лоренса, то есть достигала 90 миллионов километров в секунду. В том же году в Италии другая группа физиков в своих экспериментах с микроволнами получила скорость их распространения на 25% больше, почти 400 километров в секунду, чем допустимая скорость по Альберту Эйнштейну. Из преобразований Лоренса следует, что если скорость света или другого материального объекта хотя бы на 1 миллиметр в секунду превысит скорость в 300 километров в секунду, масса станет бесконечной. Другими словами, в приведенных выше экспериментах масса фотонов и микроволн должна быть больше массы любой черной дыры. И несмотря на это во всем мире продолжает изучать и в школах, и в институтах с университетами теории Альберта Эйнштейна как отражение объективной реальности. Вот как эту новость преподносили СМИ. Пучок элементарных частиц нейтрино неожиданно для самих испытателей превысил значение скорости света, чего согласно все тому же Эйнштейну и современным представлениям об устройстве Вселенной просто быть не может. А вдруг все-таки можно обогнать свет и отправиться в прошлое? А теперь вот экспериментаторы взяли и расшатали устои привычного мира. Шутка ли, они разогнали пучок нейтрино так, что элементарные частицы в нарушении всех правил современной науки превысили допустимый предел скорости. Специальная теория относительности Эйнштейна гласит, что никто и ничто не может двигаться быстрее света. Величина его скорости заложена в формуле эквивалентности массы и энергии, известная каждому сантехнику, и равняется МЦ квадрат. На этой формуле строится стандартная модель мироздания, а физики эсцерна поставили ее под сомнением. Настолько неожиданно, настолько удивительный результат, что если он окажется правильным и подтверденным, то это будет революция физики. Объяснить явление, приняв его за истину, никто пока не берется, поскольку полученный эффект явно противоречит общей принятой теории. Если Эйнштейн не прав, придется менять представление обо всем на свете, от большого взрыва до черных дыр. По теории Эйнштейна, частицы не могут двигаться быстрее скорости света. На этом строятся наши представления о времени и пространстве. И если получены другие результаты, то значит, реальность устроена совсем не так, как мы предполагали. Теперь есть шансы, что теорию относительности Эйнштейна, простоявшую сто лет, придется переписать. Ученые из Европейского центра ядерных исследований обнаружили частицы, способные двигаться быстрее света. Пучок нейтрина был выпущен из центра, расположенного в Швейцарии, по направлению к лаборатории Грансассо в Италии. Он прошел 730 километров и был измерен. Скорость движения частиц была на 1,6 миллиардную долю секунды больше, чем скорость света. Итоги эксперимента противоречат теории относительности Альберта Эйнштейна, согласно которой скорость света во Вселенной предельно и превзойти ее невозможно. На этой идее основана вся современная физика. Именно поэтому сами исследователи пока не спешат заявлять об итогах эксперимента, как о новом научном открытии. Руководство швейцарской лаборатории находится в некотором замешательстве и называет полученные результаты невероятными. Итоги проведенного эксперимента ученые обещают в скором времени разместить в интернете, чтобы их могли изучить всежелающие эксперты. Ну а теперь рассмотрим второй постулат «Народность Вселенной». Астрономам и астрофизикам известен факт, что во время полного солнечного затмения можно наблюдать объекты, которые наше Солнце закрывает собой. Исходя из позиций однородного пространства, это просто невозможно, так как электромагнитные волны в однородном пространстве должны распространяться прямолинейно. Объяснение этому феномену было дано такое. Массивный космический объект, которым является Солнце, влияет на прямолинейное распространение световых волн, искривляя их траекторию, в результате чего мы в состоянии наблюдать то, что находится за ним. Но если считать, что пространство однородно, его свойства и качества неизменны, то подобное наблюдение становится невозможным. Вот еще исследования, которые не оставляют камни на камне на фундаменте однородности пространства. Астрофизики Джордж Нодланд и Джон Ралстон в 1997 году опубликовали в научном журнале Reviews of World Physics уникальные данные. Проанализировав радиоволны, пришедшие от 160 отдаленных галактик, они сделали вывод, что излучения вращаются по мере того, как они движутся сквозь пространство в виде едва заметного рисунка, напоминающего штопа. По наблюдению, с Земли ось вращения проходит в одном направлении, в сторону созвездия Сикстанс, и в другом направлении, в сторону созвездия Акуила. По факту, это экспериментальное подтверждение того, что у Вселенной есть верх и низ. Вот такой расклад. Как думаете, случайно ли так получилось, что всему человечеству были навязаны ложные представления о природе Вселенной? А может быть, это все не важно? Какая разница, однородность, неоднородность, 300 тысяч километров в секунду или 400, есть ли вообще от этого какая-то польза? Ведь это не помешало создать нам цифровые технологии, благодаря которым вы смотрите это видео. Ну что ж, давайте посмотрим, что вы скажете насчет этих изобретений, которые давно могли бы сделать наш мир чище, справедливее и лучше. Двигатель Бэнкса Еще в 1948 году металлурги Курдюмов и Хандерсон предложили сплав наделенной способностью восстанавливать первоначальную форму после значительных пластических деформаций и нагрева до определенной температуры. В 1980 году изобретение было признано открытием и стало известно как эффект Курдюмова или эффект памяти формы. Один из самых популярных и перспективных материалов — сплав никеле и титана, нитинол. При последовательной смене температур кристаллическая решетка сплава меняет конфигурацию. Крайне важно, что эффект проявляет себя даже при незначительном нагревании и охлаждении, что значительно удешевляет технологию. На картинке видно кинетическую схему нитинолового двигателя. А это двигатель Бэнкса, работающий на таком принципе. Единственными бесплатными источниками энергии для таких двигателей и для всех нас уже давно могли бы стать моря и океаны, если бы в дешевой энергии были заинтересованы те, кто находится у власти. Генератор Хендершота Первые упоминания о магнитном генераторе свободной энергии в работах американского физика-изобретателя Лестера Хендершота появились в 1927-м. Уже в следующем году Хендершот построил прототип небольшого генератора и сумел запитать две стандартные лампы по 110 Вт. Авторитетные эксперты вынуждены были признать, генератор работал без видимого внешнего источника. После двух хвалебных упоминаний в Нью-Йорк Таймс в феврале 1928 года Лестера публично обвинили в шарлатанстве. К 1960-му Хендершот создал еще две действующие модели. В пояснительной записке на 56 страниц он пытался объяснить, что Земля — это гигантский магнит, способный генерировать каждую секунду сотни миллиардов вольт, которые можно использовать. Но попытки изобретателя наткнулись на глухую стену. Через год сын Хендершотта Марк, вернувшись со школы, обнаружил тело отца в прихожей. Официальная версия самоубийства. Биорезонатор Райфа В 1920 году американский инженер Ройл Райф создал первый в мире гетеродинный ультрафиолетовый микроскоп с увеличением в 50 тысяч раз, позволяющий увидеть живой вирус. А в 1934-м представил общественности частотный генератор Райф Бим Рейн, уничтожающий вирусы и патогенные организмы. При этом резонируя с собственной частотой вируса, уникальной для каждого микроорганизма, излучение поражало патогенную микрофлору, не травмируя окружающие ткани. О феноменальном прорыве вскоре заговорила мировая пресса. Но несмотря на 14 официально задокументированных случаев полного излечения тяжелых раковых больных, Американская медицинская ассоциация добилась прекращения исследований. В 1939 году Райф стал фигурантом судебного процесса. Его счета были обнулены, лаборатория разграблена, а использование установки на территории США запретили. Эксперименты инженера, повторенные в наши дни, подтверждают простоту и эффективность метода, но о его признании официальной медициной речь не идет. Генератор Сёрла С четырех до десяти лет будущему английскому изобретателю Джону Сёрлу снились комбинации цифр и символические схемы, которые спустя годы он использовал для создания магнитного генератора ZIG. Поток электронов в установке рождает взаимодействующие друг с другом независимые магнитные поля неподвижного кольцевого магнита и свободно вращающихся по периферии магнитных роликов. Планируя создать генератор свободной энергии, Сёрл неожиданно получил эффект антигравитации. Шесть его первых моделей навсегда улетели в небо. Но ему удалось создать систему управления и запустить с 68 по 73 годы 41 радиоуправляемый диск. Мы построим аппарат для нескольких человек, а уже через год появится судно, которое способно взять на борт около двух тысяч человек и доставить их из Нью-Йорка в Лондон за 20 или 15 минут. Пресса, которая снимала практически все запуски, объявила изобретателя фантазером и городским сумасшедшим. А в 1982 году Сёрла, 30 лет питающего свой дом от собственного генератора, обвинили в краже электроэнергии и отправили в тюрьму на 10 месяцев. За это время его архивы и лабораторию уничтожили. Причина все та же. Однажды запущенные в домах и автомобилях генераторы изобретателя размером 60 на 20 сантиметров смогли бы полностью и навсегда избавить нас от энергетической зависимости от корпорации. Но где свидетели? Свидетелей очень много, но в этом-то и проблема. Им не хочется привлекать внимание. Они читали много книг о том, как люди в чёрном вырывались в дома, всё ломали, сжигали. А ФБР и других службах, которые врывались и воровали то одно, то другое. Это страх. Они напуганы. А теперь перенесёмся в высокотехнологичную Японию. Там был изобретён вот такой мотоцикл, который назвали «Сума». Он ехал больше 100 км в час на магнитном двигателе, и стоимость его была около 2000 долларов. Привод на оба колеса. Одно колесо с обычным электродвигателем, а второе с магнитным, на основе технологии Минато. Сначала мотоцикл разгоняется. Ему требуется аккумулятор для работы электрических схем, формирование импульсов и для управления положением магнита. Однако он всё равно на порядке эффективнее, чем его эквивалента на бензине и стандартных электродвигателях. Что же служит топливом для этого мотоцикла? Оказывается, магнитное поле. В таком формате можно сделать и недорогой экономичный автомобиль. Точный принцип его работы был изложен намного ранее, в трудах российского изобретателя Свинтицкого. Более того, патентное изобретение было оформлено в России в далёком 1997 году. В общем, как бы красив и эффективен он не был, его тоже изобретили. Стэнли Мэйер. Ещё один гениальный изобретатель-одиночка. Он придумал и сам построил работающий на расщеплённой воде автомобиль. Каким-то чудом история об этом человеке стала доступна для масс, попав в репортаж местной новостной станции в Огайо. Так что случилось с Стэнли Майером? Его озолотили потенциальные инвесторы? Дали ему на постройку автомобилей много денег? Нет, всё было не так. Сначала после появления в новостях Стэна и его роликов, какие-то эксперты стали называть Стэна мошенником. А потом он зашёл в ресторан на автопарковке, попил клюквенного сока, почувствовал себя плохо, вышел на улицу и там умер. Закрывающие технологии. Что это? Может быть, вот этот красавец Рено Трезор за 200 миллионов рублей? Сота на капоте предназначена для охлаждения батарей, а на месте горловины топливного бака расположился индикатор заряда. Или нет, может быть, закрывающая технология – это вот это? Да нет, это вообще просто картинка из интернета. На самом деле закрывающие технологии сокращают потребность в ресурсах, включая человеческие. Такая технология приводит к сворачиванию отдельных специальностей или целых отраслей промышленности без появления сравнимых по потребностям в ресурсах направлений. И тут вроде бы всё ясно. Во-первых, нужно пожалеть рабочих, которые работают на заводах автогигантов или в сфере добычи углеводородов. А главное – не забыть пожалеть владельцев этих корпораций. Ведь им и их бедным семьям, наверное, нечего будет есть, если появится технология, которая сделает их производство бессмысленным. Собственно, это уже происходило в прошлом. Чуть более ста лет назад. С одним из творцов современного мира, сербом Никола Тесла. Именно ему мы обязаны электроэнергетикой, использующей переменный ток. Но главным делом Теслы стал проект Уордон Клиффи. Это была станция для передачи на громадные расстояния не только сообщений, но и энергии. Авторитет Теслы в мире был огромен. Он много лет доказывал, что беспроводная передача – дело ближайшего будущего. Тесла в 1890-е годы утверждал, что для такой чудо-передачи можно использовать саму Землю и верхние слои атмосферы. И доказывал свою правоту опытами. Он считал, что таким образом можно совместить систему дальней связи с передачей электричества беспроводов. В 1901 году Тесла попытался заинтересовать своим проектом всесильного тогда Джи Пи Моргана, лидера манхэттенской финансовой элиты. Моргану он сказал, что способен за 150 тысяч долларов построить трансатлантическую линию связи между Нью-Йорком и Лондоном. Морган согласился дать эти деньги под создание компании, где ему достанется 51% акций и права на многие патенты изобретателя. На эти средства Тесла купил 200 акров земли в окрестностях Нью-Йорка и принялся строить там станцию с причудливой башней. И вдруг, как будто совершенно случайно, все пошло наперекасе. Морган прекратил финансировать проект, требуя от ученого вложенные деньги и не отдавая ему контроля над 51% акций компании. Тесла стал финансировать стройку из своего кармана, засыпая Моргана письмами с униженными просьбами о выделении еще 150 тысяч. Но Морган, не отказываясь от контроля над проектом, требовал, чтобы ученый сам искал деньги. А теперь внимание. Бернард Барух, герой одного из наших прошлых выпусков, как-то заявил Моргану. Послушай, этот парень сумасшедший. Он хочет дать бесплатную электрическую энергию каждому. И мы не сможем устанавливать наши счетчики. Нам нужно прекратить его поддерживать. Сейчас мы бы назвали Николу Теслу наивным. Неужели он не понимал, с кем имеет дело? Ведь еще за 10 лет до отношений с владельцами монополий он в журнале Sandy World описывал, как создал в Земле резервуар электрической энергии и что это начало конца всех энергетических монополий. Не зря говорят, что гении не от мира сего. Будучи стопроцентным капиталистом, Морган существовал за счет контроля над ценами, распределение энергии и сохранение рабочего класса в интересах гигантских монополий. Электроэнергетика по проводному принципу солила Моргану и другим олигархам громадные прибыли, расширяя спрос на цветные металлы, из которых делались провода, и на резину, из которой делалась изоляция. Кугенгейм и Барухи и сам Морган вложили огромные капиталы в добычу меди на Аляске. А что же Тесла? Гениальный серб боролся за свой проект до конца, утонув в долгах и скатившись в нищету. Надежда немного забрежила в 1905 году, когда гений электротехники нашел инвестора, финансиста Фрика. Да уж, удивительная фамилия. Среди финансистов человек, поддержавший Теслу, действительно был фриком. Но Морган сорвал эту сделку. Тесла лишился купленной земли, кредиторы растащили уникальное оборудование, а башню взорвали в том же году, когда взорвали Российскую империю, в 1917. Конечно, дело было не в деньгах. 300 тысяч долларов по тем временам сумма большая, но для Моргана и Астера, предыдущего инвестора Теслы, 300 тысяч капля в море. Астер легко оплатил свою яхту ценой полмиллиона долларов, а Морган тратил в несколько раз больше на произведение искусства. А еще есть такой эпизод. В 1931 году Тесла продемонстрировал публике автомобиль, который он оснастил 80-сильным электромотором. Тесла утверждал, что его устройство черпает энергию из окружающего эфира. В комментариях под роликом точно напишут, что пример с Тесла давным-давно порос мхом и покрылся пылью, да и вообще все это фейк. Хорошо, вот более свежий пример. В одном из номеров техники молодежи за 1965 год с восторгом сообщалось об опытах канадского ученого, который достиг успеха в запуске в космос спутников самым, что ни на есть, дешевым способом. Он брал старую 16-дюймовую пушку береговой обороны, растачивал ей ствол до более крупного калибра и стрелял из нее тонким и длинным снарядом со стреловидным оперением. На него надевалась уплотнительная шайба как раз по калибру орудия, которая отлетала прочь при выходе снаряда из ствола. Благодаря этому снаряд разгонялся до такой скорости, что уходил в космос. Это был Джеральд Винсент Булл, человек трагической судьбы. Булл еще в 1960-е понял, что полеты в космос на ракетах чертовски расточительное и неразумное занятие. Чтобы вывести крохотную полезную нагрузку на орбиту, строят дорогущие башни, которые навсегда сгорают. Две ракетные ступени из трех расходуются на то, чтобы преодолеть первые полторы сотни километров высоты. В 1961-м Буллу удалось уговорить американских военных отдать ему орудие береговой обороны и кое-какое оборудование для своего проекта на острове Барбадос. Четыре года труда по программе Мартлетт, удлинение ствола пушки, и вот снаряд Булла достиг высоты в 150 километров. Ученому удалось изобрести хитроумную систему, которая разгоняла снаряд в стволе постепенно, снижая ускорение до 200G. Стало быть, стало возможным вкладывать в снаряд аппаратуру без риска ее разрушения при выстреле. Фактически Булл проложил второй путь в космос, предложив миру способ запуска, который обходился в десятки раз дешевле, чем ракетный. Но в 1966-м Министерство обороны Канады прекратило финансирование программы Мартлетт. Американцы перевели Буллу на полигон в городок Юмэ, штат Аризона. Отсюда в ноябре 1966-го снаряд взлетел уже на высоту в 180 километров. Неожиданно в 1967-м и американцы отказываются от финансирования программы. Но почему? Может быть дело в стоимости вывода одного килограмма груза на опорную орбиту? Ведь она уменьшалась на два порядка, то есть в 20 раз. В 1972-м Булл создал гаубицу ГК-45, которая превосходила по дальнобойности все гаубицы мира. Изобретение Булла взяли на вооружение в ЮАР при негласной помощи ЦРУ. Что, впрочем, не помешало американцам упечь Булла за решетку за незаконное вооружение расистского режима буров на юге Африки. Когда он вышел из тюрьмы, именно буры спасли его от нищеты, заплатив за разработанные им гаубицы 2 миллиона долларов. Саддам Хусейн в 1988-м пригласил Булла в Багдад, чтобы делать суперпушку, способную метать снаряды либо в космос, либо на другой конец Земли. И Булл почти создал это орудие, если бы 22 марта 1990-го года его не пристрелили в Брюсселе. Кто это сделал, до сих пор неизвестно. А ведь есть еще более опасная штука. Способ извлечения энергии за счет соединения атомных ядер вещества не в огромных сверхдорогих реакторах при звездных температурах и чудовищном давлении, а с помощью воздействия на вещество простыми вещами, ультразвуком или электромагнитным полем, при комнатной, можно сказать, температуре. Если такие дешевые установки были бы доступны, то реакторы холодного синтеза размером с чемодан можно было бы ставить везде, получая энергию, которая практически ничего не стоит. После этого можно было бы спокойно разбирать на металлолом буровые вышки, скважинные насосы и трубопроводы, восстанавливая экологию. Впервые о холодном термоядерном синтезе заговорили в 1989-м, когда американский ученый Понс и его английский коллега Флэшман заявили, что им удалось запустить термоядерную реакцию при комнатной температуре. Однако ажиотаж быстро спал. Серьезные лаборатории не подтвердили явления. Холодный термояд отнесли к разряду шарлатанской лженауки. Серьезная наука подвергла его анафеме, вытеснив работы по холодному термояду в частные и любительские лаборатории. Но в мае 2004-го случилось сенсационное событие. Министерство энергетики США вдруг заказало повторный анализ результатов исследований в области холодного термоядерного синтеза. Официальные физики встретили это решение бурными протестами, однако это ничего не изменило. Торжествующее интервью журналу «Популярная механика» дал один из приверженцев идеи холодного синтеза. Глава фонда новой энергетики Юджин Малов, который продолжал исследования в своей лаборатории и ежегодно проводил семинары специалистов по нетрадиционной энергетике. Спустя четыре дня, 14 мая 2004 года, Молова нашли убитым ударами, нажав шею и голову. Примеры эти очень красноречивы, потому что они грозят поломать громадные производственные циклы, в которые вложены многие миллиарды долларов. Возможно, в современном мире хорошим тоном считается чинить препятствия революционным открытиям и душить их в зародыше, вместо того, чтобы поддержать и помочь им. Эгоистические интересы, педантизм, глупости, невежество идут в атаку, обрекая ученых на горькие испытания и страдания, на тяжелую борьбу за существование. Такова судьба просвещения. Это написал Тесла в 1905-м, как будто про наши дни. Но на этом цитата не заканчивается. Все, что было великого в прошлом, поначалу подвергалось осмеянию, презрению, подавлялось и унижалось, чтобы позднее возродиться с большей силой, победить с еще большим триумфом. Кто знает, может быть, действительно, в ближайшее время нас ждет триумфальное появление установок холодного ядерного синтеза, бестопливных генераторов и установок, работающих на природном электричестве. В науке есть свои запретные темы, свои табу. Одной из таких тем является холодный ядерный синтез или трансмутация элементов. Этот процесс принято считать какой-то мутной, фейковой средневековой алхимией. Хотя на самом деле подобные процессы мы наблюдаем практически ежедневно. И убедиться в этом нам поможет обыкновенное куриное яйцо. Наука утверждает, что все происходящее в живой материи является сугубо химическими реакциями. Но на самом деле все совсем не так просто. Был проведен эксперимент. Кур кормили только овсом, предварительно измерив точно содержание в нем кальция. А затем проверили содержание кальция в яйцах и помете кур. И обнаружили, что птицы вырабатывали в 4 раза больше кальция, чем съели вместе с пищей. Сначала ответ биохимиков был очень невнятный. Кальций получает птица из своего скелета. Но очевидно, что если бы курица постоянно брала кальций для яичной скорлупы из своего скелета, то через пару коробок яиц от нее бы ничего не осталось. Ведь если курам не хватает кальция, они несут яйца с мягкой скорлупой уже на 4-5 сутки. А вот знакомые многим взрослым людям кадры из рекламы 90-х по поводу кальция, который так необходим не только яйцам, но и зубам. Однако если курицу начать кормить калием, уже следующее отложенное яйцо будет с твердой скорлупой. Получается, что в данном случае происходит трансмутация калия, которым богат овес, в кальций. В научных лабораториях подобные реакции можно осуществить только при большом давлении и температуре. Живые организмы производят этот синтез при комнатной температуре. Чтобы как-то объяснить это явление, биохимики стали разрабатывать идею об энзимах — таинственных веществах, которые являются катализаторами в подобных природных процессах. Однако до сих пор никто не может объяснить этот таинственный процесс. Просто ввели в научный оборот умное слово, которое якобы все объясняет. Есть еще вот такое исследование. После вылупления цыпленка его тело содержит в 4 раза больше кальция, чем первоначально присутствовало в яйцах. При этом кальций в скорлупе остается в том же количестве. Откуда малыш взял лишний кальций? Тоже энзимы постарались? Подобные явления характерны и для растений. Еще в 1600 году фламандский химик Жан-Баптиста Хельмонт посадил дерево в глиняный горшок, который содержал 100 килограмм почвы. В следующие 5 лет дерево не получало ничего, кроме воды. Когда экспериментатор вытащил дерево из горшка и взвесил, оказалось, что оно увеличилось в весе на 85 килограмм. При этом вес почвы остался неизменным. Получается, что дерево превращало обыкновенную воду в древесину, кору и корни. Скептики скажут, это результат фотосинтеза, в результате которого дерево перерабатывает солнечную энергию в необходимые ему вещества. Но фотосинтез тоже тема отдельного выпуска. Ведь вся проблема в том, что по химическим и физическим канонам этой энергии совершенно точно не хватает для такого массового синтеза вещества буквально десятками килограммов. Таких опытов было проведено очень много. Все они показывали одно. Растения могут превращать фосфор в серу, кальций в фосфор, магний в кальций и так далее. Например, подобные исследования проводил Пьер Барангер, профессор и директор лаборатории органической химии в знаменитой Парижской политехнической школе. К 1963 году Барангер привел неоспоримое доказательство того, что во время прорастания семян бобовых в растворе солей марганца марганец исчезает, а на его месте появляется железо. Пытаясь пролить свет на механизм действия этого явления, он обнаружил целый ряд взаимосвязанных факторов, связанных с превращением элементов в семенах, включая время прорастания, тип освещения и даже точную фазу Луны. Про фазу Луны, кстати, знает любой уважающий себя пенсионер-огородник. Но это-то как раз и является самой махровой алхимией в глазах современной науки. Барангер говорил про свои исследования так. «Я преподаю химию в политехнической школе 20 лет. И поверьте мне, лаборатория, которой я заведую, вовсе не притону лженауки. Но я никогда не смешивал уважение к науке со стремлением соответствовать существующей доктрине. Для меня любой тщательно проведенный эксперимент вносит вклад в развитие науки, даже если он идет вразрез с нашими устоявшимися убеждениями». Барангер определил, что содержание фосфора и калия в семенах горошка, растущих в дистиллированной воде, никак не изменяется. Но если семена растут в растворе солей кальция, то содержание в них фосфора и калия подскакивает на 10%, при этом содержание кальция увеличивается в обеих группах. Феномен биологического превращения элементов переворачивает и основы современного сельского хозяйства, для которого стало нормой высыпать тонны химических удобрений на поля. Земледелие на основе голой химии со своими агрессивными и интенсивными методами в конечном итоге оканчивается провалом. Значительный рост урожайности явление лишь временное, а последующее поражение растений вредителями и болезнями является всего лишь следствием биологического дисбаланса. Покупатели искусственных удобрений впадают от них в полную зависимость. То же самое происходит и с растениями. Они подсаживаются на легкоусваиваемые химикаты, которые стимулируют их рост, но лишь до поры до времени. Неспроста Луи Виктор де Бройль, получивший Нобелевскую премию за открытие волновых свойств электрона, говорил «Ученым еще рано пытаться объяснять жизненные процессы из-за несостоятельности концепции физики и химии XIX и даже XX века». Несмотря на внешний триумф науки на экраны современных гаджетов, с которых вы смотрите это видео, мы до сих пор не знаем, из чего сделан протон, электрон, что такое электрический ток. Этими словами мы просто прикрываем свое невежество. На самом деле мы не знаем толком, что такое материя, и физики это подтверждают заявлениями о темной материи, которая составляет по их астрофизическим расчетам большую часть, до 90% Вселенной. Если в бомбах, ядерных реакторах и на звездах имеет место ядерная реакция плазменного типа, то должен существовать и другой тип реакции, присущий живым существам, при котором ядерный синтез протекает непривычно тихо. Представьте сейф, который можно либо взорвать динамитом, либо бесшумно открыть с помощью правильной комбинации цифр на кодовом замке. Ядро ведет себя как кодовый замок, он может сопротивляться применению грубой силы, но легко откроется, если код. И до сих пор наука, которая полагается на динамит, не может разгадать код на ядерном замке, в то время как растения и другие живые организмы вскрывают ядерный сейф известным им кодом. Крошечная травинка имеет то, что современные алхимики, физики, ядерщики считают совершенно невозможным. И может быть на этой фотографии гораздо больше тайны, чем нам кажется? Посмотрите на этого милого старичка. Это Дэвид Латтимер и его традисканция. Растение, которое он 40 лет назад посадил в бутылку, закупорил и ни разу не открывал. Что если все эти разговоры о замкнутой экосистеме просто попытка объяснить необъяснимое? Про современные исследования трансмутации в биологических системах расскажем чуть позже. А сейчас посмотрим, какие были проведены эксперименты в научных лабораториях, которые не побоялись залезать в эту щекотливую тему. Ведь серьезные ученые, конечно, такой ерундой не занимаются. Здесь легко потерять репутацию, прослыть и лжеученым. А уж о получении гранта говорить не приходится. Действительно, о каких грантах от современной глобальной денежной цивилизации можно говорить, если исследования в этой теме могут просто обесценить золото, платину и другие дорогущие и редчайшие элементы? Еще не хватало, чтобы их начали искусственно получать практически в домашних условиях. Более того, в советское время исследования на тему холодного ядерного синтеза были просто-напросто запрещены. Это научное направление было осознанно и совершенно сознательно свернуто. Вот, пожалуй, самый яркий пример такого запрета. В 50-х в нашей стране в одной из лабораторий появляется гидролизная энергетическая установка, способная получать энергию от термоядерного реактора, работающего при температуре 1150 градусов по Цельсию, что считалось невозможным. Топливом установки была тяжелая вода D2O, включающая дейтерий. Реактор холодного ядерного синтеза разлагал эту воду методом электролиза. В результате образовывались кислород и дейтерий. Последний вступал в химическую реакцию с катодом из палладия. В результате получался гелий. Все происходило примерно по вот такой схеме. Установка в противовес всем современным реакторам являлась абсолютно экологически безопасной. Всякие известные излучения и отходы отсутствовали. Она позволяла получать большое количество энергии в форме пара под очень высоким давлением. Установка полностью была готова в 1957 году. Изобретателем ее был молодой физик Иван Степанович Филимоненко, который вдобавок ко всему открыл, что во время работы устройства появляется неизученное прежде излучение, и под его действием сокращается время полураспада радиоактивных изотопов. В 60-х работы Филимоненко поддерживали Курчатов, Королев и даже Маршал Жуков. Но даже они не смогли помочь Ивану Степановичу при попытке зарегистрировать свою установку как технологическое изобретение. Отказ в регистрации работающего и прошедшего испытания устройства звучал более чем абсурдно. Термоядерные реакции не могут идти при столь низкой температуре. Но, несмотря на такую формулировку, изучать установку продолжали. Правда, уже со специальным секретным постановлением за номер 715 дробь 296 от 1960 года, в результате чего установка термоэмиссии, а также принцип ее работы были строго засекречены. Для дальнейшего изучения термоядерного холодного синтеза привлекалось порядка 80 других лабораторий, научно-исследовательских институтов и оборонных предприятий. Спустя 8 лет в 68-м году отдел, занимающийся усовершенствованием установки и процессами холодного синтеза, ликвидирует, и Филимоненко вынужден уволиться. Официально, из-за нарушения тех процессов при работе установки и заражения местности вокруг радионуклидами. В лихие 90-е ученый последний раз предпринял безрезультатную попытку заинтересовать власть своим изобретением. Филимоненко умер в 2013 году, и, как он и предсказывал, его разработки оказались никому не нужны. Эта история кому-то может показаться неправдоподобной, и кто-то в очередной раз скажет, что если бы хотел Филимоненко продвинуть свою чудо-установку, отдал бы все чертежи, чтобы их выложили в интернет в открытый доступ, и в каждом втором гараже бы уже дымил подобный реактор. Но, к сожалению, все не так просто. Вспомните фузор из прошлого выпуска. Много ли таких игрушек сделано энтузиастами? Совсем немного. Для этого нужно очень нехило поковыряться в железе, затем в химических реактивах, да и в физике в целом. Так что при досконально описанной и испытанной технологии этим занимаются единицы. Такие, как, например, этот 12-летний школьник. У многих ли есть такой ресурс, который использовал Иван Филимоненко? Ведь у него была поддержка огромной страны. Научно-исследовательские институты, лаборатории, закрытые оборонные предприятия, которые могли реализовать в железе любую задачу, начиная от катода из редкого и дорогого палладия, заканчивая необходимыми реактивами. Когда умер Курчатов, разработку стали прижимать, а после смерти Королёва совсем прекратили разрабатывать холодный ядерный синтез. Хотя закрывать это научное направление стали ещё раньше, и не в Советском Союзе, а в США. Ведь подобным исследованием уже больше ста лет. Просто вдумайтесь в эту цифру. Но уже тогда этому направлению был дан красный свет. И сделал это известный каждому школьнику Резерфорд. В 1922 году сотрудники химической лаборатории Чикагского университета Кларенс Айрион и Джеральд Вент опубликовали работу в журнале Американского химического общества, посвящённую исследованию электровзрыва вольфрамовой проволочке в вакууме. В электровзрыве нет ничего экзотического. В быту мы его постоянно наблюдаем, когда при коротком замыкании перегорают лампочки накаливания. Но что же происходит при электровзрыве? Если сила тока, протекающего через металлическую проволоку, велика, то металл начинает плавиться и испаряться. Вблизи поверхности проволоки образуется плазма, нагрев происходит неравномерно. В случайных местах проволоки появляются горячие точки, в которых выделяется больше тепла. Температура достигает пиковых значений и происходит взрывное разрушение материала. Самое поразительное в этой истории то, что учёные изначально рассчитывали экспериментально обнаружить разложение вольфрама на более лёгкие химические элементы. Они тщательно подготовили и блестяще провели эксперимент, пользуясь при этом весьма простыми средствами. Электровзрыв вольфрамовой проволочки проводили в стеклянной сферической колбе, замыкая на неё конденсатор ёмкостью 0,1 микрофарад, заряженный до напряжения 35 кВт. Проволочка располагалась между двумя крепёжными вольфрамовыми электродами, впаянными в колбу с двух противоположных сторон. Кроме того, в колбе имелся дополнительный спектральный электрод, который служил для зажигания плазменного разряда в газе, образовавшимся после электровзрыва. Айрион и Вент выполнили 21 эксперимент с электровзрывом. В результате каждого опыта в колбе образовывалось порядка 10 в 19 степени частиц неизвестного газа. Спектральный анализ показал, что в нём присутствовала характерная линия гелия-4. Авторы предположили, что гелий образуется в результате альфа-распада вольфрама, индуцированного электровзрывом. Публикация Айриона и Вента вызвала большой резонанс в научном сообществе того времени. Сам Резерфорд обратил внимание на эту работу. Он выразил глубокое сомнение в том, что использовавшееся в эксперименте напряжение 35 кВ достаточно велико, чтобы электроны могли индуцировать ядерные реакции в металле. Желая проверить результаты американских учёных, Резерфорд выполнил свой эксперимент. Облучил вольфрамовую мишень пучком электронов с энергией 100 килоэлектронвольт. Резерфорд не обнаружил никаких следов ядерных реакций вольфраме, о чём в достаточно резкой форме сделал короткое сообщение в журнале Nature. Научное сообщество приняло сторону Резерфорда. Работу Айриона и Вента признали ошибочной и забыли на долгие годы. И только спустя 90 лет за повторение опытов Айриона и Вента взялся российский научный коллектив под руководством доктора физико-математических наук Леонида Уруцкоева. Эксперименты, оснащённые современной экспериментальной диагностической аппаратурой проводили в легендарном Сухумском физико-техническом институте в Абхазии. Эксперименты группы Уруцкоева подтвердили основной вывод работы 90-летней давности. Действительно, в результате электровзрыва вольфрама образовывалось избыточное количество атомов гелия-4. Если же вольфрамовую проволочку заменяли на железную, то гелий не образовывался. Во время электровзрыва материал проволочки распылялся на внутреннюю поверхность взрывной камеры. Массспектрометрический анализ показал, что в этих твёрдых остатках наблюдался дефицит изотопа вольфрама-180, хотя в исходной проволочке его концентрация соответствовала природной. Всё это свидетельствовало о альфа-распаде вольфрама или каком-то другом ядерном процессе при электровзрыве проволочки. Но по современным научным представлениям такого быть не должно. Поэтому подобные процессы назвали низкоэнергетическими ядерными реакциями, и вопросов стало меньше. Не потому, что физическое явление получило однозначное объяснение, а просто для того, чтобы ортодоксальная физика могла сделать хорошую мину при плохой игре. Более 30 лет назад Очень условно, но всё же именно 89-й год считают датой рождения холодного синтеза. Тогда в англоязычной прессе была обнародована информация о сообщении Мартина Флейшмана и Стэнли Понца, в котором заявлялось об осуществлении ядерного синтеза в следующей установке. По палладиевым электродам, опущенным в тяжёлую воду, с двумя атомами дейтерия вместо водорода, D2O, проходит ток, в результате чего один из электродов плавится в результате выделения слишком большой энергии, источником которой служила реакция слияния ядер дейтерия. После пресс-конференции Флейшмана и Понца реакция была быстрой и жёсткой. Они нарушили научную этику, обнародовав недостоверные результаты, которые даже не прошли рецензирование в научном журнале. Это было самое громкое обвинение, так как научных опровержений по существу так и не последовало. Но даже это обвинение оказалось фейком. К моменту пресс-конференции научная статья Флейшмана и Понца прошла рецензирование и была принята к печати в американском научном журнале The Journal of Electroanalytical Chemistry. Статья описывала уникальные результаты экспериментов, ведь было получено неимоверно огромное количество избыточного тепла, в несколько раз превышающие энергию, затраченную на электролиз, и возможную химическую энергию, которая может выделиться при простом химическом разложении воды. Зарегистрированные при этом третий и нейтроны однозначно говорили о процессе ядерного синтеза. Причём нейтроны были зарегистрированы двумя независимыми способами и различными приборами. Год спустя, в 1990 году, в этом же научном журнале была опубликована следующая статья, конкретно касающаяся тепловыделения при этих исследованиях, из которой по этому рисунку видно, что интенсивное выделение тепла, а значит и сам эффект, начинается только на 66-е сутки непрерывной работы электролитической ячейки и продолжается в течение пяти суток. А позже, в своей работе в 1996 году, доложенной на шестой международной конференции по холодному синтезу ICCF-6, Стэнли Понс продемонстрировал две очень важные вещи. Первое и, пожалуй, самое главное, это то, что переехав в 1992 году из-за травли из Соединённых Штатов на юг Франции, на новом месте по прошествии значительного периода времени в другой стране он сумел не только воспроизвести эксперимент в Солт-Лейк-Сити, проведённый в 1989 году, но и получить увеличение результатов по теплу. Второе, знаменитое выделение тепла в этих опытах начиналось на 71-й день электролиза. Продолжается изменение выделения тепла 40 с лишним дней и далее постоянно на уровне 310 мегаджоулей до 160 дней. Это к вопросу о невоспроизводимости результатов, о которой очень громко кричали те, которым это открытие было очень не в кассу. Закрываторы открытия подняли шум очень оперативно, в течение месяца после конференции. И, конечно, времени на научно обоснованную критику с повторением эксперимента просто-напросто не было. Закрывали направление ХИАС руками американского физического общества, которое своей необоснованной и истеричной критикой, по сути, на много лет запрещало официальное исследование в области холодного ядерного синтеза. Именно члены этого общества, а не Флейшман и Понц, повели себя наперекор всякой научной этике, так как опровергали научную работу не в научном журнале, а доверили это газете New York Times, где в мае 1989 года появилась разгромная статья в отношении Флейшмана и Понца. Несмотря на все обвинения, выдвинутые против реакции холодного синтеза, крупные ученые из разных лабораторий продолжали получать потрясающие результаты. К сожалению, научная инквизиция не зависит от страны. То же самое происходит и происходило, например, у нас. В нашей стране существует комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук, которая уже успела наградить себя за последовательный разгром торсионных полей, холодного ядерного синтеза и антигравитации. При этом до сих пор не существует ни одной научной статьи в рецензируемых журналах, которая научно обосновывает невозможность холодного ядерного синтеза. Есть только интервью и высказывания в СМИ ученых, которые холодным ядерным синтезом никогда не занимались, а занимались часто абстрактными и очень денежными направлениями физики. Как термоядерный синтез, физика звезд, теория большого взрыва, возникновение вселенной, большой адронный коллайдер. Ведь первые возгласы этого не может быть, раздались от физиков, занимающихся термоядерным синтезом. Именно они, потратив очередные пару десятков лет и несколько десятков миллиардов долларов, в очередной раз, подобно Ахиллесу, догоняющему черепаху, опять окажутся в одном шаге от осуществления вековой мечты человечества о получении нескончаемой, бесплатной и чистой энергии, того самого рукотворного Солнца на Земле. На данный момент этот последний шажочек отодвинули на 2050 год. И тем не менее, преодолевая научную инквизицию, направление продолжает развиваться. Число научных групп, в которых зафиксировано явление холодного ядерного синтеза или трансмутации, непрерывно растет, так же как растет число групп, которые целенаправленно занимаются исследованием этого процесса и связанными с ним физическими, биологическими, материаловедческими и другими эффектами. У этого таинственного процесса трансмутации есть ряд удивительных особенностей, которые пока не имеют научного объяснения. Во всех этих экспериментах появляются новые элементы, отсутствующие в исходном материале до начала указанных процессов. В продуктах трансмутации зарегистрировано отношение изотопов химических элементов, отличное от природного. Как правило, в большинстве экспериментов продуктами трансмутации являются стабильные изотопы элементов. При всем при этом, во время проведения опытов не обнаруживаются губительные радиоактивные излучения, которые должны бы наблюдаться при возникновении стабильных изотопов из радиоактивных элементов. Другой характерной особенностью процесса является избыточная тепловая энергия в тех опытах, где ее можно было зафиксировать. Некоторые авторы подчеркивают, что процесс трансмутации сопровождается неизвестным излучением, которые оставляют свои странные следы в фотоэмульсиях на шлифах металлов, и которые при взаимодействии с веществом изменяют его структуру и химический состав. Явление низкоэнергетической трансмутации элементов было зарегистрировано при множестве воздействий. Вот некоторые из них. При тлеющем разряде в палладиевом и других металлических катодах. При электронной плавке слитков циркония в вакуумной печи. При ультразвуковой обработке водных солевых растворов. При электровзрывах металлических фольк в жидкой диэлектрической среде. При осуществлении электрического разряда в водно-минеральной среде. При воздействии импульсным током на свинец в магнитном поле. В растущих биологических структурах. Давайте теперь подробнее рассмотрим некоторые из этих удивительных, алхимических по своей сути процессов. В Институте общей физики РАН в лаборатории, возглавляемой доктором физико-математических наук Георгием Айратовичем Шофеевым, ученые открыли удивительный эффект. Альфа-распад урана-238 ускорялся под действием лазерного излучения с относительно небольшой пиковой интенсивностью. В экспериментах Шофеева за один час облучения золотой мишени лазерными импульсами образовывалось 10 в 15 степени наночастиц золота в одном кубическом сантиметре раствора. Оптические свойства таких наночастиц радикально отличаются от свойств массивной золотой пластинки. Они не отражают свет, а поглощают его. Ядра урана и продуктов его распада, торий протоктаний, оказавшиеся вблизи этих наночастиц, меняли свою радиоактивность. В частности, гамма-активность тория-234 увеличилась в два раза. Поскольку торий-234 возникает в результате альфа-распада урана-238, увеличение его гамма-активности свидетельствует об ускорении альфа-распада этого изотопа урана. Но это еще не все. Тот же научный коллектив обнаружил, что лазерное излучение может ускорять не только альфа-распад, но и бета-распад радиоактивного изотопа цезий-137, одного из главных компонентов радиоактивных выбросов и отходов. Через два часа облучения золотой мишени зеленым лазером на парах меди исследователи зафиксировали, что в кювете образовался коллоидный раствор с наночастицами золота размером 30 нанометров. При этом гамма-активность цезия-137 уменьшилась на 75%, значит, настолько же уменьшилась его концентрация в растворе. Период полураспада цезия-137 составляет около 30 лет. Такое уменьшение активности, какое было получено в двухчасовом эксперименте, должно происходить в естественных условиях примерно за 60 лет. То есть скорость распада увеличилась примерно в 260 тысяч раз. Такое гигантское возрастание скорости бета-распада должно было бы превратить кювет с раствором цезия в мощнейший источник гамма-излучения, сопровождающего обычный бета-распад цезия-137. Однако этого не происходит. Измерения показали, что гамма-активность раствора соли не увеличивается. По канонам современной науки это просто невозможно. Ведь получается, что при лазерном воздействии распад цезия-137 происходит вообще без излучения. Почему именно цезий-137 так интересен ученым? Почему в научных лабораториях постоянно обращают на него внимание? Да потому, что он в числе прочего главное действующее лицо в радиоактивном загрязнении Чернобыля и Фукусимы. И самое интересное, что ускоренная дезактивация этого радиоактивного вещества возможна не только под воздействием лазера с применением довольно сложной техники, но и с помощью бактерий. Да-да, сейчас самое время поговорить о той самой бочке, которую мы уже как-то показывали. Поиском ядерных реакций в биологических объектах уже более 20 лет занимается доктор физико-математических наук Алла Александровна Корнилова на физическом факультете Московского государственного университета. Открытие трансмутации химических элементов в естественных биологических культурах было сделано еще в 1993 году. Первый патент на получение мёсбауэрского изотопа железа-57 получен в 1995 году. Результаты этих исследований неоднократно были опубликованы в авторитетных международных и отечественных научных журналах, а также прошли государственную экспертизу во вне неорганических материалов имени Бочвара. При этом наблюдаемый эффект трансмутации немалоприменимый лабораторный опыт, а по сути готовая промышленная технология, которая не имеет аналогов на мировом рынке. Так что здесь, как собственно и во всех примерах из этого выпуска, не списать всё на какого-то чудака-изобретателя-самоучку дядю Васю из соседнего гаража, у которого при необходимом градусе могла бы получиться ещё не такая трансмутация. Суть технологии Корниловой предельно проста. В ёмкость с водным раствором радиоактивного изотопа цезия-137 добавляются специально подготовленные микробные культуры. В результате уже через 14 дней концентрация цезия снижается более чем на 50%, но одновременно в растворе нарастает концентрация нерадиоактивного бария. То есть микробы каким-то волшебным способом радиоактивный цезий превращают в нерадиоактивный барий. Но начиналось всё не с цезия. В первоначальных исследованиях бактерии помещали в питательную среду, обеднённую железом, но содержащую соль марганца МНСО-4 и тяжёлую воду Д2О. Эксперименты показали, что в этой системе вырабатывался дефицитный изотоп железа, феррум-57. То есть в первоначальных опытах бактерии превращали марганец в железо. И только убедившись, что ядерное превращение стабильных химических элементов возможно в микробиологических культурах, Корнилова применила свой метод к дезактивации долгоживущих радиоактивных изотопов. Причём для этого брали супергероев среди бактерий — сверхассоциацию микроорганизмов различных типов, чтобы повысить их выживаемость в агрессивных средах. Каждая группа этого сообщества максимально адаптирована к совместной жизнедеятельности, коллективной взаимопомощи и взаимозащите. В результате сверхассоциация хорошо приспосабливается к самым разным условиям внешней среды, в том числе и к повышенной радиации. Сверхассоциации выдерживают максимальные дозы радиации на несколько порядков больше, чем обычные микробиологические культуры. Причём их метаболическая активность почти не ослабляется. Ну а теперь о трансмутации в биологических средах снова переместимся в технические лаборатории. Реактор ИКЭТ Андреа Росси В середине октября 2014 года мировое научное сообщество было взбудоражено новостью. Вышел отчёт Джузеппе Леви, профессора физики Болонского университета и его соавторов о результатах тестирования реактора ИКЭТ, созданного итальянским изобретателем Андреа Росси. Тремя годами ранее, что в 2011 году, Росси представил на суд общественности установку, над которой он работал многие годы в сотрудничестве с физиком Серджо Факарди. Реактор, названный ИКЭТ, сокращенно от английского Energy Catalyzer, производил аномальное количество энергии. В течение следующих нескольких лет ИКЭТ тестировали разные группы исследователей, поскольку научное сообщество настаивало на независимой экспертизе. Самый длительный и обстоятельный тест, фиксирующий все необходимые параметры процесса, выполнила в марте 2014 года группа Джузеппе Леви, в которую вошли такие независимые эксперты, как Ивлин Фокси, физик-теоретик из Итальянского национального института ядерной физики в Болонье, профессор физики Ханно Эссен из Королевского технологического института в Стокгольме и, кстати, бывший председатель шведского общества скептиков, а также шведские физики Бо Хойстед, Роланд Петерсон, Ларс Тегнер из Упсальского университета. В общем, собрали побольше скептиков из науки. Тем не менее, даже эти эксперты подтвердили, что устройство, в котором один грамм топлива нагревали до температуры около 1400 градусов по Цельсию с помощью электричества, производило аномальное количество тепла. Реактор представлял собой керамическую трубочку длиной 20 см и диаметром 2 см. Внутри реактора были расположены топливный заряд, нагревательные элементы и термопара, сигнал с которой подавался на блок управления нагревом. Питание к реактору подводили от электрической сети с напряжением 380 вольт по трём жаропрочным проводам, которые разогревались до красна во время работы реактора. Топливо состояло из 90% порошка никеля и 10% алюмогидрида лития. При нагревании алюмогидрид лития разлагался и выделял водород, который мог поглощаться никелем и вступать с ним в экзотермическую реакцию. В отчёте сообщилось, что общее количество тепла, выделенное устройством за 32 дня непрерывной работы, составило около 6 гигаджоулей. Элементарные оценки показывают, что энергоёмкость порошка более чем в тысячу раз превышает энергоёмкость, например, бензина. В результате тщательных анализов элементного и изотопного состава эксперты надёжно установили, что в отработанном топливе появились изменения в соотношениях изотопов лития и никеля. Если в исходном топливе содержание изотопов лития совпадало с природным лития-6 — 7,5%, лития-7 — 92,5%, то в отработанном топливе содержание лития-6 увеличилось до 92%, а содержание лития-7 уменьшилось до 8%. Столь же сильными были искажения изотопного состава для никеля. Например, содержание изотопа никеля в зале составило 99%, хотя в исходном топливе его было всего 4%. Эти два фактора — обнаруженные изменения изотопного состава и аномально высокое тепловыделение — указывали на то, что в реакторе протекали ядерные процессы. Однако никаких признаков повышенной радиоактивности, характерной для ядерных реакций, не было зафиксировано ни во время работы устройства, ни после его остановки. Процессы, протекающие в реакторе, не могли быть ядерными реакциями деления, поскольку топливо состояло из стабильных веществ. Но и согласиться с тем, что в установке протекают реакции синтеза ядер, ученые не могли никак. Ведь с точки зрения современной ядерной физики не могли там протекать, поскольку температура 1400 градусов по Цельсию ничтожно мала для преодоления сил кулоновского отталкивания ядер. После этого во многих странах стали проводить подобные опыты. Определенных успехов в этом направлении добился русский изобретатель Александр Георгиевич Пархомов. Ему удалось сконструировать теплогенератор, работающий на смеси порошка никеля и алюмогидрида лития, который дает избыточное количество энергии. Из научной статьи мы можем узнать, что изготовленное устройство после достижения рабочей температуры 1200 градусов по Цельсию работало непрерывно более трех суток, производя сверхпотребляемой мощности около 500 Вт. Всего сверхзатраченной электроэнергии из этой установки было произведено более 40 киловатт-час или 150 мегаджоулей. Столько энергии можно получить при сжигании нескольких килограммов нефтепродуктов. Еще один русский ученый Юрий Николаевич Бажутов, кандидат физических наук, после знакомства с результатами Росси также проводил ряд экспериментов с точки зрения собственной теории, используя ядерно-физическую диагностику. Установка Бажутова позволила зарегистрировать нейтронное излучение в виде серии коротких всплесков продолжительностью до нескольких десятков минут. Это излучение свидетельствовало именно о ядерных процессах. А это авторы установки «Энерго-Нива» Анатолий Васильевич Вачаев и Николай Иванович Иванов. Если охарактеризовать процесс коротко, то в их установке происходила трансмутация элементов в электроразряде в жидких средах. Наблюдались следующие эффекты. Выработка большого количества новых химических элементов из воды, ранее в ней не содержащихся. Генерация избыточной энергии, тепловой и электрической. Генерация странного излучения, в том числе оптического свечения установки при работе. В экспериментах на вход установки подавались различные жидкие среды. Вода, водно-минеральные, водно-углеродные, органические смеси. Все работы проводились в так называемом металлургическом режиме, то есть с максимальным выходом твердой фазы, в среднем до 300 грамм на литр. Химический анализ образцов проводился в трех независимых лабораториях. Вот, например, выходы посторонних элементов для случаев обработки дистиллированной воды и бытовых стоков. Следует особо подчеркнуть практически промышленный характер созданной установки, позволяющий получать за реальное время десятки, сотни килограмм продуктов трансмутации. На самом деле, всеми этими примерами тема холодного ядерного синтеза не исчерпывается. Разные экспериментальные группы в разных физических процессах независимо друг от друга обнаруживают подобные эффекты. И то, что это не лженаука и не фейк, а реальный процесс, доказывает интерес корпораций. Например, со стороны США активизировался Google, оказывая спонсорскую поддержку исследованиям холодного синтеза в нескольких университетах. Также компания работает над привлечением перспективных молодых ученых к исследованиям холодного синтеза. Когда вы слышите слово «ртуть», какие мысли в первую очередь возникают у вас в голове? Опасность, яд, тревога. Да, именно эти идеи заложили в нас с детства, а из школьных учебников мы знаем, что пары ртути могут нанести непоправимый вред здоровью. Существует даже уголовная ответственность за хранение этого вещества, которая четко прописана в статье 234 Уголовного кодекса РФ. Но почему ртуть так демонизируют? Почему сегодня делается все, чтобы мы сильно боялись даже соприкасаться с ней? Может быть, для того, чтобы мы, не дай бог, не сделали вот такое? Наши предки были хорошо знакомы с ртутью. Ей приписывали магические свойства, активно применяли в алхимии и медицине. Ради нее захватывали государства и города. Например, по одной из версий, великий Чингисхан решил покорить Фергану именно из-за того, что в этом городе было налажено производство ртути. А в сочинениях древнеримского писателя Плиния есть указание, что в те далекие времена Рим закупил в Испании 4,5 тонны ртути. На протяжении многовековой истории ртуть также ассоциировали с философским камнем. «Дайте мне море ртути, и я превращу ее в золото». И это слова не какого-то там древнего алхимика, а мастодонта классической физики великого Исаака Ньютона. Этот ученый посвятил 30 лет своей сознательной жизни изучению алхимии и ртути в частности. Все свои исследования в этой области он засекретил шифрованием. Все эти факты свидетельствуют о том, что наши предки ртуть очень ценили. Еще во второй половине XX века это вещество имело широкое практическое применение. Его использовали тоннами в самых разных сферах жизни, как на территории нашей страны, так и в других уголках планеты. В медицине в том числе. Но в какой-то момент все поменялось, и сегодня об ужасах, которые произойдут с человеком надышавшимся парами ртути, кричит весь интернет. Но постойте! Если ртуть настолько ядовита, то как этого не замечали на протяжении многовековой истории? Сегодня известно более 20 минералов ртути, но главным ее источником является киноварь. Получают ртуть путем дистилляции. Но есть и другой, более грубый способ. Красные камни просто раскаляют в печи, пока минералы не начнут трескаться, и из них не потечет ртуть. Похоже, именно этот способ добычи ртути использовали наши предки. Киноварь сама по себе абсолютно безопасный горный минерал, как и ртуть в чистом виде. Только ее соединения с другими веществами могут быть токсичными. Например, метилртуть является одним из самых опасных нейротоксинов. Есть и другие ядовитые соединения, например, с мышьяком. Безопасность чистой ртути не поддается сомнению. Известно, что люди, которые работают непосредственно с чистой ртутью, даже не заморачиваются какой-то там безопасностью, защитной одеждой. Вот, посмотрите, этот человек берет ртуть в рот, и с ним ничего не происходит. А этот просто по локоть опускает руку в жидкий металл и не боится умереть страшной смертью. Но если ртуть не опасна, почему нас ей так пугают? Давайте разбираться. Известно, что ртуть обладает способностью взаимодействовать с магнитным полем таким образом, что крутящийся механизм двигателя начинает ускоренно вращаться сам по себе от соприкосновения с этим веществом. Сегодня найти исследование на эту тему не так уж просто. В 90-х годах прошлого века антигравитационными возможностями ртути занимался физик-изобретатель Спартак Михайлович Поляков. Ему удалось спроектировать так называемый вихревой инерциальный двигатель. Суть этой разработки заключалась в создании вертикальной тяги с помощью устройства, разгоняющего по спиральным каналам в замкнутом пространстве жидкую ртуть. Поляков смог получить небольшой уровень тяги в несколько килограммов. Весь ход эксперимента описан в его научном труде «Введение в экспериментальную гравитонику». Но возможности использовать антигравитационные свойства ртути интересовали ученых намного раньше. В 1875 году в одном из индийских храмов ученые обнаружили древний письменный трактат под названием «Виманика шастра». Этот документ был написан в IV веке до н.э. Бхараваджи Мудрым на основе еще более ранних текстов. Он содержит подробное описание летательных аппаратов древности – виман. Если присмотреться, эти летательные аппараты очень напоминают известное нам НЛО. Согласно данному источнику, именно ртуть использовали древние люди в качестве топлива для этих устройств. И эта находка серьезно повлияла на дальнейший технический прогресс Германии в начале XX века. И согласно некоторым источникам, не только это. Считается, что именно в этот период в Германии была создана основа всех современных военных технологий. Немцов интересовала прежде всего прикладная сторона древних научных трудов. Особый интерес немецких ученых вызывали ранее упомянутые виманы. Немецкие исследователи были поражены точностью и скрупулезностью, с которой была прописана вся технология использования и производства древних летательных аппаратов. Прагматичные немцы решили, что просто так выдумать древние люди все это не могли. Неизвестно, какие именно источники попали в руки немецких ученых, но даже в тех документах, что доступны нам, говорится о том, что летали виманы на ртути. История знает по крайней мере два успешных случая создания летательных аппаратов с двигательной установкой на основе ртути. Первый произошел в 1751 году. Итальянский монах Андреа Гримальди создал летательную машину, на которой поднялся в воздух и перелетел Ла-Манш из Калле в Дувр, а оттуда добрался до Лондона. Эта удивительная конструкция была похожа на птицу и преодолевала за один час семь миль. В Италии сохранилось письмо подтверждения этого события, полученное из Лондона. А во французском Лионе имеется исследование этого аппарата, заверенное тремя академиками. Вторая история случилась в мае 1895 года на одном из пляжей Бомбея. Здесь в тот день произошли испытания беспилотного летательного аппарата. Его создал профессор школы искусств Бомбея доктор Тальпада. За основу были взяты технологии все тех же древних Виман. Аппарат, оснащенный ртутным двигателем, поднялся на 450 метров вверх, продержался там несколько минут и опустился на то же место. Свидетелями этого события были не только обычные горожане, но и государственные лица. Видимо, всего этого было достаточно для немецкой научной элиты, чтобы начать серьезные разработки в этом направлении. По некоторым данным, Германии все-таки удалось разработать антигравитационный механизм на основе ртути. Как мы все знаем, после победы антигитлеровской коалиции вся немецкая научная база была растаскана странами-союзниками. Благодаря им все участники смогли поднять свой технологический прогресс на достаточно высокий уровень. Но сегодня мы не наблюдаем никаких высокотехнологичных устройств с ртутными двигателями. И уж тем более без топливных ртутных генераторов. А само вещество и его исследования запрещены под страхом уголовной ответственности либо засекречены. И в сознании обывателя ртуть пригодна разве что для того, чтобы показывать температуру в градуснике, которую многие из нас имели неосторожность разбить в детстве. Почему же столь успешные разработки не дошли до широких масс? Ответ напрашивается сам собой. Если бы это случилось, кто бы стал тогда добывать углеводородное топливо, платить за свет, газ, бензин. Но альтернативные технологии, как это не покажется странным, можно подсмотреть не только в древних текстах, как в случае с ртутью, но и у матушки природы. По такому пути пошел исследователь Виктор Шаубергер. И прежде чем мы про него расскажем, обратите внимание на одну интересную деталь, общую у него с другим исследователем, Спартаком Михайловичем Поляковым, разработки которого вы видели пару минут назад. Посмотрите, это принципиальная схема движения ртути внутри гидросистемы двигателя Полякова, которая практически полностью совпадает с разработками Виктора Шаубергера. Схема потока ртути в его жидком гироскопе показана справа. Изучению свойств воды австрийский физик и натуралист Виктор Шаубергер посвятил свою жизнь. Казалось бы, люди всегда знали об огромной силе, которую содержит в себе вода. Еще тибетские монахи, египтяне, инки и древние жители острова Крит обратили внимание, что вода имеет свойство образовывать вихрь, благодаря этому она может течь снизу вверх, как происходит в некоторых реках. Именно это и послужило основой для революционных открытий Виктора Шаубергера. Этот человек научился добывать энергию из ее движения и показал естественный способ очищения воды. Казалось бы, все это должно было изменить нашу жизнь к лучшему, решить большинство крупных проблем человечества. Почему этого не произошло? Давайте разбираться. Внимание молодого естествоиспытателя привлекали реки. Первое, что он заметил, что реки не любят солнечный свет. Они всегда возникают в густом темном лесу. Вторым наблюдением, поразившим натуралиста, стало то, что в водовороте горного ручья округленные камни левитируют, преодолевая притяжение. При этом поднимаются только отшлифованные камни, подобные яйцу, а угловатые так и остаются на дне. Почему у них именно такая форма, задал себе вопрос Виктор. Ответ был неочевиден. Именно эта геометрическая фигура образуется внутри вихря, и поэтому предметы этой формы легче всего реагируют на движение. Первым изобретением лесника стало сплавное устройство. Шаубергер использовал практические знания, накопленные его семьей. Еще его отец и дед умели направлять водяные лесоспуски. Отец учил будущего ученого, что вода под лучами солнца становится уставшей и ленивой, а ночью, и особенно при лунном свете, свежей и живой. Из чего Виктор заключил, что от температуры воды зависит скорость движения потока. Чтобы ускорить сплав, изобретатель периодически сливал воду и запускал новую свежую из горных ручьев. Построенный им деревянный лоток имел поперечный разрез, подобный тупому концу яйца. Шаубергер сделал то, что казалось невозможным ведущим специалистом того времени. Огромные бревна, будучи тяжелее воды, стремительным потоком уносились в долину. Прослышав в Вене о незаурядном лесничьем, правительство поставило его имперским консультантом по сплавным устройствам. Жалование Шаубергера тут же выросло в два раза, и получал он его золотом, что было редкостью в то инфляционное время. Такой успех Шаубергера возмутил ученое сообщество. Не способствовало налаживанию отношений Виктора со специалистами и то, что все копии с его устройства у экспертов не функционировали и каждый раз приходилось обращаться к нему лично. После того, как многие ученые направили в парламент письменный протест против завышенной оплаты Шаубергера, правительство попыталось лишить его жалования. Тогда знаменитый лесничий перешел в крупную австрийскую строительную фирму. Для нее он построил сплавные устройства во многих странах Европы. Все они были оценены как чудо техники. Вторым крупным открытием натуралиста стало изобретение по очищению воды. Шаубергер был против добычи грунтовой воды насосом. Он говорил, что вода, полученная таким путем, еще не созрела, не прошла весь цикл развития и не может использоваться как питьевая. В 1930 году он сконструировал свой первый аппарат в виде яйца по обогащению воды полезными элементами. Но, пожалуй, самым важным открытием Шаубергера была сила без взрывного разрушения. Это, без сомнения, его самое значительное открытие. Древние не имели электронасосов, но тем не менее они тоже, как и современные люди, использовали водопровод. Например, на острове Крит в Кносском дворце вода поднималась снизу вверх по керамическим трубам, преодолевая уклон. Стенки труб, благодаря спиральным водотокам, никогда не зарастали отложениями солей, чего нельзя сказать о наших трубах. Что позволяет воде преодолевать уклон, гравитацию? Отвечая на этот вопрос, ученый использовал термин «имплозия». Что это такое? Имплозия — взрыв, направленный вовнутрь объекта. Исследуя вихревые потоки, ученый обнаружил, что при определенной форме, скорости, температуре вихревое движение становится самоподдерживающимся, то есть не нуждается во внешней энергии. Более того, оно само может являться ее постоянным источником. Не это ли путь к мечте человечества о естественном и экологическом механизме, дающем людям тепло и свет? Ученый сконструировал модель устройства, в котором формируются миниатюрные водные вихревые потоки под действием атмосферного давления. Главной частью его установки было рабочее колесо по форме напоминающее компрессор авиационной турбины, оснащенное спиральными лопатками и создающими при вращении эффект мини-торнадо. Водные вихри имеют электрическую природу. Нижняя часть торнадо заряжена отрицательно, а верхняя положительно. Вырываясь из внутренней части двигателя, вихревые потоки перемещались на внутренний конус к выходному отверстию, где формировали центральный вихрь, который являлся основной движущей силой всей конструкции. При этом соседние вихри имели противоположное вращение. Закручивание мини-вихрей происходило за счет теплообмена в процессе прокачки воздуха из внешней среды. Когда двигатель выходил на самодостаточный режим, мотор отключали. В результате этого явления происходила самопроизвольная концентрация энергетических потоков. Таким образом, вода и воздух становились мощным источником энергии. Так что торнадо можно назвать реально существующим природным мотором-генератором. Основываясь на естественном завихрении воды и воздуха, Шаубергер сконструировал домашние мини-электростанции. Так, например, из одного кубометра воды за секунду можно было бы получить минимум 4000 киловатт тепловой энергии. Причем температура воды понизилась бы только на один градус. Изобретатель первых реактивных самолетов Хейнкель позаимствовал свои идеи у Виктора Шаубергера. Вихревые процессы повсеместно существуют в живой природе, но первым, кто с практической стороны обратил на это внимание, был именно Виктор Шаубергер. Свои познания Виктор Шаубергер применял и в сельском хозяйстве. С помощью различных яйцеобразных конструкций, спиральных плугов, специальных компостов он добился больших успехов в увеличении урожая без применения химических удобрений. Многие люди того времени не воспринимали революционные идеи Шаубергера всерьез, некоторые считали его сумасшедшим. Так, например, союз инженеров и архитекторов направил ученого под предлогом исследования состояния здоровья в сумасшедший дом. К счастью, ему удалось вскоре покинуть его. Врачи признали Шаубергера совершенно здоровым и в высшей степени разумным человеком. Третий рейх с пристальным вниманием следил за работой Шаубергера и решил использовать практические перспективы его открытий. Правительство поставило Виктора перед выбором, или руководство научно-исследовательским лагерем, или расстрел на месте. Во время войны Шаубергер разработал новые типы приводных двигателей для ракет. Функционировал ли фактически такой НЛО-привод в натуральную величину – вопрос спорный, но испытательный образец пробил крышу фабрики. Позже американские оккупационные власти конфисковали всю документацию по проведению опытов, а Шаубергера захватили на 9 месяцев в плен. В это время русские обыскали его квартиру в Вене, а затем взорвали ее, чтобы никто не нашел его исследований по левитации. Когда американцы отпустили Шаубергера, они запретили ему под угрозой ареста заниматься в дальнейшем исследованиями в этом направлении. После окончания Второй мировой войны к разработкам Шаубергера проявляли интересы многие государства. Но сам ученый, понимая, для каких целей могут быть использованы его открытия, придерживается убеждения, что время для этого еще не наступило, поскольку вся информация о них будет тут же засекречена с целью получения каких-либо преимуществ в новом мировом противостоянии. И человечеству пользы от этого не будет никакой. Научные открытия Виктора Шаубергера до сих пор будоражат умы приверженцев идеи свободной энергии. И в этом нет ничего удивительного, ведь некоторые уникальные проекты ученого и сегодня граничат с научной фантастикой. Но судьбу самого изобретателя, к сожалению, нельзя назвать счастливой. В письме, написанном перед самой смертью, Виктор Шаубергер горько заметил «Я вернусь в свой лес, чтобы умереть там в мире». Вся наука со всеми ее прихвостнями есть всего лишь шайка воров, которую дергают за нитки, как марионеток, и заставляют плясать под любую мелодию, которая выдает своего хорошо прячущегося рабовладельца за необходимость. Но все же жизненную историю этого выдающегося человека следует закончить фразой, которую Виктор Шаубергер произнес после открытия загадки воды. «Будущий человек полностью овладеет материей и берущей из нее начало высококачественной тонкой субстанцией. Он станет главным служителем и одновременно хозяином природы». Что скажете, был ли прав этот выдающийся человек? Или он просто чудаковатый мечтатель? Как и все те, которых вы увидели в этом фильме. Ведь мы и так уже на пороге светлого будущего. У каждого из нас есть смартфон, виртуальная реальность вот-вот станет повседневностью наших дней. Одно ясно точно. Если вы считаете хотя бы часть информации из этого фильма достойной, этим точно стоит поделиться. Задуматься над этими вопросами будет полезно для любого думающего человека. Благодарим вас за просмотр этого большого документального фильма, который точно не назовешь развлекательным. Благодарим за проявленный интерес к этой непростой теме. Ведь получить ответы может лишь тот, кто задает вопросы. Пусть они покажутся кому-то глупыми и детскими. Спасибо, что разделили с нами это путешествие. Пожалуй, это первый шаг к созданию мира, который мы так хотим и заслуживаем. До встречи!